Добрый вечер. Так, а почему я себя не вижу? Так надо? Да, это нормально. Добрый вечер всем. Мы начинаем нашу вторую встречу в цикле лекций о храме. Кстати, кто-то спрашивал относительно расписания, так вот я сразу сегодня прямо и демонстрирую, что оно переменчиво. Те из вас, кто видели расписание лекций, вот сегодня кусок, тему мы отправим на следующий раз, наоборот, кусок и следующий принесем сегодня, так что к расписанию относитесь те, кто его видел, как только намеку, а не к обязательному плану. Итак, после того, как мы в прошлый раз обсудили основные элементы архитектуры храма, ну, как видите, мы будем иногда касаться частности, как мы в России обсудили крышу, и с удовольствием будем обсуждать дальше и частности, но нас дальше сейчас больше интересует не столько подробность архитектуры, хотя и про них есть что поговорить, сколько такой центральный и очень трудный для современного человека вопрос о том, что же такое переживание человека, что же переживал человек, приходящий в храм, какие эмоции он испытывал, зачем он туда шел. Я не уверен, что мы дадим сейчас однозначный ответ на этот вопрос, но попробуем нащупать ответ на эти вопросы. Он, конечно, ключевой в тот момент, когда кто-то начинает говорить о возможности построения будущего храма, потому что и те, кто хотят, чтобы он возник в будущем, и те, кто не хотят, чтобы он возник в будущем, имеют свои представления о том, что там происходит, и, соответственно, кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Итак, попробуем пока что здесь вопрос, как же это было. Начну с того, что с терминологии. На протяжении большей части Танаха, как мы уже сказали, у Маши нет храма, у Маши есть мешканы, это совсем другое, другое в общем, хотя он некоторый видит предок храма, но это не храм, а в том момент, когда появляется храм и дальше на протяжении всего Танаха, основное наименование храма — это Бейташем. Используется четырехгуквенное имя, Авайя, дом Бога. Второе, менее частое имя — это Бейтэлоким, дом Бога с пользой другого имени. Менее часто — это важно, это не случайно, но это имя тоже встречается. То есть храм — это Бог, это дом, это первое еще дом Бога во всех его именах и проявлениях. значительно реже, довольно редко, но встречается выражение мигдаш. Мигдаш, которое мы сейчас переводим как храм, на мой взгляд, это происходит от слова «святой», то есть это некое святилище, может быть, наиболее точный будет перевод этого понятия. И, наконец, выражение, которое мы в основном используем в наши дни, Бейт Мигдаш, в Танахе практически не встречается. Оно появляется один раз в конце книги Еврея Мин, то есть практически в тот момент, когда рассказывается о разрушении храма. Итак, первую очередь храм для Танаха — это дом Бога. Когда мы обращаемся к раввинистическим источникам, к Мишне, к Гемаре, ситуация выглядит прямо наоборот. Название «бейт Ашем», «бейт Луким» встречается редкое, если вообще встречается, и главным становится выражение «мигдаш» и «бейт Мигдаш». Или же «эйхаль», что означает, вообще говоря, одну из частей храма, но и расширительно может означать весь храм во многих случаях. И, то есть, происходят некоторые перемены при переходе от первого храма ко второму. Если в первом храме это в первую очередь дом, в котором обитает Бог, то во втором это в первую очередь место служения. Мигдаш. Что же, как мы можем представить, что испытывал человек, приходив, скажем, в первый храм? Мне кажется, что наиболее аутентичным источником наших знаний по переживанию человека будут псалмы. Псалмы написаны, как известно, я здесь подчеркну, что псалмы не написаны священниками. Нет ни одного псалма, ни одного главы Таилин, которая бы говорилась от имени воина, какого бы то ни было. Часть псалмов написана от имени левитов, а часть от имени людей, человека, который не левит и не освященник, пришел в храм со стороны. В частности, царь. Царь Давид, он не левит, не коин и не левит, и хоть он, будь ты 10 раз царь, приходя в храм, он один из тех, кто пришел в храм, он не имеет никакой служебной функции. Он пришел в храм. Так вот, что же, давайте попробуем прочесть несколько псалмов и попробовать понять, что ощущает этот человек. Не все, довольно много псалмов упоминает так иначе храм, хотя много, но не так безумно много. На самом деле, десяток псалмов более-менее четко касается Тима Храма, но мы весь десяток будем читать. Пятнадцатый, тет-ваф. Пятнадцатый, Телин, пятнадцатый, тет-ваф. Пятнадцатый, тет-ваф. Пятнадцатый, без увлита, только перевод. Кто клеветой язык свой не осквернял, зла другому не делал, недостатка родственника не сносил. Кто, кто ненавидит под лицам, кто боящийся господа почитает, клятвенный обет никогда не нарушает. Кто серебра не давал в рост, попкупа за оправдание не брал. Кто так поступает, не споткнется в обед. Единственное, что интересует автора этого 15-го псалма относительно человека, пришедшего в храм, это его моральные качества. Если мы смотрим относительно по этому псалму, то храм это такое место, куда приходят приличные люди. А неприличные не приходят. И это вполне интересная функция храма. 24-й псалм, Кавдалет. 25-й псалм, Кавдалет. 26-й псалм, Кто не напоминал меня понапрасну, Кто не дает клятв ложных. Опять то же самое история. Кстати, есть очень интересная статья одного из ученых-египтологов, который на основании сравнения этого псалма с разными египетскими текстами утверждает, что этот псалм, это табличка, которая висела на входе в храм. Естественно, доказать это невозможно, но как-то положение интересное. Вот под подходит человек к храму, а там табличка висит. Кто сюда может взойти? Тот, чьи руки, сердце, и руки чистые, и сердце непорочно, кто не ложно не клялся, вот тот заходи. А того и не надо. И дальше там еще очень красиво, читайте 26-й псалм дальше. Еще одно упоминание храма, 27-й псалм, Кавзайн. Одна просьба у меня от Господа, только об этом прошу. Пребывай в доме Господнем все дни жизни моей, созерцать благо Господне и приходить в обительство. Что мы слышим тут? Мы слышим желание человека быть. В данном случае это уже явно Давид. Посмотрите весь псалм, это личная молитва Давида. Это видно, что это личная молитва. Это подчеркивается вся его неприятность, жизненные войны. И вот что он посреди всего этих войн и неприятностей хочет, он хочет быть, находиться в доме Господнем. Он не хочет служить в доме Господнем. Он не хочет молиться в доме Господнем. Вы слышали где-нибудь слово молитва? Я не слышал. Пока никто еще, мы уже три псалма прочли, молитва нигде не появилась. Молитва не появилась, приношения не появились. Какой бы ты ни был, обряд не появился. Человек не приходит в храм совершить обряд. Человек приходит в храм, вот в этих псалмах, для того, чтобы быть в доме Всевышнего. Это дом Бога, он там обитает. Ведя к нему, доходишься ближе к нему. Это пока что мы видим только этот снова и снова сюжет отношений человека и храма. 43-й псалом. Пошли, свет и истину твою, пусть они указывают мне дорогу и приведут меня к святой горе твоих обители твоих. Там я подойду к жертвеннику Божию, к Богу радости моей, Свою песню благодарности под звуки арху тебе, Боже мой. Бог Боже мой. Не буду остановиться здесь в чтении псалмов, но я вас уверяю, что если бы прошли бы еще несколько, мы бы обнаружили то же самое. Здесь тоже не появляется молитва. Если обратили внимание, то то, что делает Давид, взяв арху в руки, он не молится в смысле обращения с просьбами, и он не совершает обряд. Он возносит песню благодарности, восхваляя Бога, как человек, причем он делает это у жертвенника очень интересно. Естественно, он не может это делать в здании, поскольку он царь, а не священник, туда никто не пустит. Он подходит к жертвеннику, и у жертвенника, ну, я еще добавлю скобку, поскольку речь идет о царе Давиде, то у него и не было здания, его был-то только жертвенник, как вы помните, царь Давид построил жертвенник, но только его сын построил здание, храма. Но понятно, что, приходя туда, он уже приходил как место будущего дома, Бога-дом, который не построен, но концерт уже рождается. Но все равно он приходит к жертвеннику, он не приходит туда с решением Бога-добряды, и он не приходит туда с просьбой, он приходит туда с прославлением Бога. Это единственный мотив, который мы видим на протяжении, всех псалмов, которые так или иначе касаются темы храма. Вторая линия, линия, которую может, относительно переживаний храма, проводит царь Шломо. Царь Шломо, который строит здание храма, кстати, в описании того, как царь Шломо строит здание храма, интересно, он пропущен жертвенник, он вообще не упомянут. Он упомянут, что он там есть, потому что к нему Шломо потом подходит, но он нигде не скажет, что он его строит. Вот причина простая на поверхности в том, что жертвенник был уже построен. Он был построен Давидом до храма, а теперь Шломо построил храм рядом с жертвенником. Кстати, этот сюжет, что жертвенник перевищен по отношению к храму, повторяется еще несколько раз. При возвращении с Вавилонского изгнания евреев первое существует в жертвенник, а потом только спустя нескольких десятилетий храм. во время войны персов и византийцев в 614 году, когда еврейской армии удается занять Иерусалим, отобрав его у византийцев, благодаря персидской поддержке, то, что делают евреи, это строят жертвенник. Они даже не смогли начать строить храм, но они построили жертвенник и возобновили жертвоприношение. Вот это трижды повторяется то, что жертвенник перевищен по отношению к храму. Во времени, по крайней мере. Не концептуально, а во времени он перевищен, он возникает раньше. Это было уклонение. Итак, царь Шломо строит храм, по-дробленному обсуждается в 6 главе книги Малахим устройства этого храма. А в 8 главе книги Малахим описывается, что вот уже храм построен, и Шломо созывает весь народ на обновление храма, на ханукат. Может быть, по-русски было бы правильно сказать освящение, хотя это неправильный перевод слова ханукат, а обновление звучит некрасиво, но зато правильно. Итак, и вот он приходит туда, собирается народ, и Шхена снисходит в храм, слава Господу наполняет весь дом. Священники не могут закачать служение, поскольку чудесным образом явление Шхены происходит. И после этого Шломо обращается к Всевышнему с молитвой. Вот Шломо первый подчеркивает элемент молитвы. Это довольно длинная глава, я не буду вам ее читать, но он описывает о том, что и человек, который захочет, который есть проблемы в жизни, или у него засуха, или у него морг, или у него болезнь, или у него война, или у него суд неправедный, судья его обижает, или любые такие проблемы, человек должен прийти к, или может прийти, в храм и вознести молитву и получить ответ. Интересно, он подчеркивает примерно чуть не треть этого текста, это рассказ о том, что придет иноверец, иноземец, человек не еврей, из другой страны придет в храм и вознесет молитву. Почему? И он это слушает, он это издает и причину. Причина, потому что, если иноземец вознесет молитву, и она не будет услышана, это будет оскорнение не Всевышнего. Важно, что иноземцы придут в храм, и именно пусть приходят в евсалимский храм, возносят молитву, она будет услышать, ты Всевышний ее услышишь, и они вознесут весть о Боге Израиле, по своим народам. Это вот такой важный аспект, который подчеркивает шума. Итак, пока что мы увидели два элемента. Мы увидели элемент присутствия, переживания, острого переживания присутствия Бога, радости, спокойствия, которое вызывает у человека, вше время, что там ощущение присутствия Бога, а с другой стороны возможность обратиться с молитвой. Интересно, что эти вещи присутствуют в разных местах, писания, не совместно, а вот такие параллельные сюжеты. Но есть и другая линия. Если мы смотрим в тексте собственно писания о том, что происходит в Мишкане, то в тексте писания, в тексте Кумаша, письменной Торы, мы видим там только служение. Прочтите внимательно всю книгу в экране и попробуйте найти там хоть какой-нибудь словесный текст. Есть словесный текст, единственный, который произносится в храме, произносится не священникам, а произносится земледельцам, которые принес свои плоды, векурин, и он произносит слова. Он произносит славу Всевышнему, священник молча забирает у него корзину с плодами и несет ее на жертву. Единственная фраза, которую говорит во всем пятикнижии священник, это богословение народа, коинское богословение, то, которое мы до сих пор слышим, в синагоге, его они должны сказать. Ну, еще, может быть, исключительная ситуация, где священник открывает рот, это история с сотой, да, когда женщина, которая, мусор, позор в неверности, он ее приводит, но она вся настолько экзотическая, этот сюжет настолько необычный, так вот, в нем еще есть одна необычность, в нем священник открывает рот и говорит. Вот такое описание, и, кстати, где еще продолжается, кроме пятикнижия, где продолжается такое же отношение к служению, где в первую очередь стоят, в центре всего стоят жертвы, и служение, коинское служение действиям, служение через жертву, через возлияние вина, через зажигание благовония, через зажигание свечей на коины, которые вообще не открывают рот, где это еще продолжается, это книга Хискеля, книга Хискеля, которая очень, безусловно, продолжает коинскую традицию, это коинская книга, священие во многих смыслах, и в ней опять священники действуют, они разговаривают и не молятся. Этот удивительный факт впервые сформулировал еще много лет назад знаменитый исследователь писания Кауфман в термине, как термин, ввел термин «микдаш дмама». В нашем храме, по крайней мере, в первом храме, царила тишина, священник не говорит, священник не поет, священник не молится. Это фантастическое различие по сравнению с любым храмом любого народа, какой мы только знаем, будь то на востоке, на западе, на севере или на юге. Во всех известных храмах функция жреца, священника, который приходит служить в храм, это, во-первых, прославлять, петь своеословие Богу, а во-вторых, выносить его молитвы, поскольку человек, собственно, вся паства, которая приходит в какой-нибудь языческий храм, безусловно, рассчитывает, что священник произнесет молитву, из этого что-то такое хорошее произойдет, значит, божество что-то такое сделает народу. И вдруг такое демонстративное, подчеркнутое непроизношение. Мы не знаем ни одного у нас нет в основном ахитекста, которые произносили священники как ритуальный текст, кроме, как было сказано, богословение, которое, обратите внимание, богословение, замечание, но очень хорошо, к кому оно обращено? К народу. Коин отворачивается. Давид, у вас микрофон. Мэйр, вас не слышно. Что? Мэйр, не слышно вас было? С какого момента? Минуту где-то. Минуту? И выключите... Сейчас все слышно? Да, сейчас слышно. Только у Давида выключите микрофон, он перебивает. Хорошо. Давид, выключайте микрофон. А я повторю последнюю фразу, что единственная фраза, которую Коин говорит, действительно, в храме всегда, как с точки зрения Тора, если мы говорим именно о книгах, а не более политических текстах. Единственное, что Коин говорит, это богословение. Богословение говорит, отвернувшись от храма, или в наше время отвернувшись от Орона Кодыша, повернувшись к лицу, он благословляет народ. Благословляет народ Коин. То есть Коин не разговаривает с Всевышним, он не обращается к нему. Вот это то, что называет Каукман Мигдаш Дмама, и эту мысль в последние годы развил замечательный ученый профессор Кноль, кто тоже написал книгу, целую книгу Мигдаш Дмама. Каукмана, еще больше Кноль, видит в этом особый аспект теологии, который был особенно важен именно для Коинов. Для Коинов было важно, во-первых, передать народу, самим понять, ощутить, понять, и передать народу ощущение, что Бог, Бог трансцендентен, Он не такой, как мы. Это не дедушка, к которому мы обращаемся с просьбой. Он что-то совершенно, он другой. И при этом он находится в этом доме. Вот это вот удивительное с одной стороны, он должен находиться здесь. Но ощущение, что Бог находится здесь в доме, чревато для человека ощущением, как бы от близости легко прийти к Пенебрасу. От ощущения, что Бог, вот он здесь, вот он. вот здесь только, сейчас его и это самое, и он мне поможет и тут, и по хозяйству, да, и от болезней. Так вот, Коины очень не любили. Коинская теология, которая происходит из текста Хумаша, была этому очень противопоставлена. Коины подчеркивали вот это вот различие, эту грань, философскую какую-то, такую специальную грань между человеком и Богом через то, что мы с Богом не разговариваем, мы Богу служим. И поэтому для Коин, Коин, приходя в храм, не обращался к Коину, он служил. И эта идея продолжила, мы ее можем заметить, внимательно читая тексты уже более поздние, тексты второго храма, мы видим, что эта линия продолжается. Коины во втором храме, которые уже слушаются мудрецов, а вы знаете, что во втором храме уже отношение, если в первом храме Коин был высшим религиозным авторитетом, мы никогда не видели, чтобы в первом храме кто-то что-то Коину говорил. Пророки делали иногда, когда Коин деградировал, делал что-нибудь нехорошее, то пророк мог сделать ему замечание. Но таких мест в первом храме очень мало. Скорее, мы видим, в втором храме. После возвращения из Лиона, что пророки сразу после возвращения, пока еще были пророки, они выговаривают, ухагая, пророки выговаривают священников. В первом храме мы не видим никогда практически, чтобы кто-то Коину что-то говорил. Коин – это высший религиозный авторитет. А во втором храме ситуация другая. В втором храме есть мудрецы, которые дают свои, обучают Коины, делают ему замечания, говорят ему правильно служить, неправильно служить. Коин – мудрец. Отношения мудрецов с Коинами не очевидны во втором храме, но все-таки большей части по ощущению мудрец стоит выше. Он дает указания. И вот мудрецы, которые уже установили молитвы, это уже не времена первого храма, когда каждый мог молиться как хочет и как ему на голову взбредет. Голос взбредет. То есть в втором храме есть установленные молитвы. Мудрецы Великого Собрания установили как произвести теленные благословения. И Коины уже произносят эти благословения. в Масехет Медот, извините, Масехет Тамид, мы видим, что Коин молится. Но где он молится и когда он молится? Это настолько ярко, я недавно только это услышал от кноля и был потрясен, что я этого раньше не замечал. на протяжении всей четырех глав Масехет Тамид. Масехет Тамид описывает служение в храме от с утра, от начинается перед рассветом, как происходит, первое, еще до рассвета, Коин идет чистить жертвенник, потом он идет, потом они отпирают ворота, потом они делают те или иные предотвления к жертвам, наконец они приносят первую утреннюю жертву, вот они еще не возносят поскурение, они приводят порядок минора, они зажигают порядок минора, и вот наконец в четвертой главе они уже принесли жертву, они ведут торжественно все поины с каждой из разной части жертвенного глибненка, уже прошли и разложили куски жертвы на жертв и все сделали, и в этот момент конец четвертой главы они спускались и шли в предел тесанных камней в Лишкат и Газит, чтобы там сказать шма и сраэль. Коины закончили все служение, они все сделали, они выходят из храма, уходят на одну из боковых пристроек храма, храма, в стене храма в Лишкат и Газит, чтобы там помолиться. Лишкат и Газит это тот предел тесанных камней, это помещение, в котором заседал Сан-Ядрин. Его особенность стояла в том, что он был наполовину внутри храма, во двора, а наполовину снаружи, внутри стены был, стена рассекала его на... Мы опять не слышим. Я пропал куда-то, да? Сейчас я вернулся? Вернулся, вернулся, да. Секунду назад. Можно продолжать? Да, да. Да, я на секунду сейчас. Так я говорил, что здание Лишкат и Газит, оно было наполовину святым, наполовину не святым. И вот именно в это здание уходят коины, чтобы помолиться. Они могли бы уйти в другое здание, они могли бы помолиться во дворе, это было бы не так демонстративно. Они могли бы зайти в одно из помещений, хорошо, холодно, дождь, они могли зайти в любое другое помещение, в храм, во дворе было множество помещений. Нет, они выбирают именно то помещение, которое полусвятое, полубудничное. И Кноль считает, что тем самым они как бы передают на символическом уровне тот посыл, что коин не молится в храме. Они, конечно, как приличные евреи идут молиться, и дальше подробно расскажутся, как они молятся. Они читают богословения, потом они говорят 10 речений, а сэрди-грот, которые не читаются вне храма. Вы знаете, и иудаизм в частности в результате споров споров с христианством, но и видим, может быть, и даже и раньше, не поощря чтение 10 заповедей в молитве. на Боге не читают 10 заповедей, только вот они читали, они читают 10 заповедей, потом шма, богословение, и все это они делают в здании снаружи в этом здании, которое снаружи храма. Еще один момент из Писания, который все знают, который подчеркивает не молитву, не молитву Коэна в храме, это та единственная молитва, которую Коэн произносит уже во втором храме. Во втором храме мы знаем, что есть одна молитва, которая да, произносит, как мы это читаем каждый год, так что вы, наверное, знаете, в емкий пур, когда мы читаем описание первосвященника, Коэнга, единственный человек в году, который может зайти в святая святых, совершить там искурение, и потом произносит молитвы, но что он сначала выходит из святая святых, он не произносит молитв «бы святая святых», а сказано «выходя из святая святых», он возносит молитву и подчеркивает нам нишно краткую молитву, лаконичную, несколько фраз буквально произносит «казалось бы», мы-то в синагоге 25 часов только и делаем, что возносим слова, да, мы весь начнем кипур сплошное вознесение слов, самые длинные молитвы в году. Простой еврей только и делает, что молится в емкий пур, а первосвященник произносит 3-4 фразы, причем выйдя предварительно из святая святых, он быстренько произносит несколько фраз и выходит. То есть еще раз подчеркивается противопоставление «молитва не коинское дело». Тут вопрос образовался, я загляну на него. Пророк Йон это не коин никаким образом, он пророк. Мы только что говорим, царь Шломо молится, и пророки молятся, и не раз, а уж человек простой еврей только и делает, что молится в храме. поэтому мы сказали сейчас, что царь Шломо видит основной смысл храма молитвия. Но это как бы противопоставлено поведению коина. А коины не в этом видят основной смысл. Они не считают, что речь, что вербальный способ общения он главный, а главный коин видят в служении, в совершении тех или иных действий. Ну, дальше это факт. Это факт, который, я думаю, я вас убедил. Медицинский факт состоящий в том, что коины молятся редко, мало, во втором храме и не молятся совсем в первом. Дальше это уже толкование, это Кнолевское толкование, которое, мне кажется, очень убедительное. Отсутствие идолопоклонства. Это да, ну, даже не идолопоклонства. Идолопоклонство все-таки вроде бы истребили, да, нету в храме идолопоклонства. Не в смысле сдая, не в смысле поклонения изображения, а да, вот мы, наверное, в смысле вот такого использования Бога для того, чтобы получить те или иные земные блага. Так вот, мы не про это. Храм не про это. Хотя, Царь Штоломович считает, что храм и про это тоже. То есть, можно помолиться тоже. Вот стоит рядом койн, который напоминает нам всем своим существованием и всем смыслом своей деятельности пожизненной, что он, что храм это не про просьбы, или хотя бы, скажем так, в первую очередь не про просьбы. может быть, просто проводник. Ну вот, нет, койн, он, конечно, проводник, он некоторый посредник, он выполняет функцию служения, которую не может выполнить простой человек, в храме не может служить никто, кроме койна. Койном нельзя стать, как вы понимаете, да, поприки известному анекдоту, нет никакой возможности. Евреем можно стать, а койном стать нельзя. Царем можно стать, пророком можно стать, а койном стать нельзя. Или ты родился койным, или нет, и все. И это тоже очень важно. Ну, поэтому они молчать умеют, я так думаю. Именно поэтому они умеют молчать, да, у них семейная традиция. В эту же тему отношение к музыке и песне. в мешкане не было ни малейшего намека ни на музыку, ни на песню. Никак, нигде не упомянутые левиты, которых мы привыкли ощущать их как фигуру поющую и музыцирующую в мешкане имеют совершенно другую функцию. Это, извините меня, как их, носильщики, грузчики. Левит это звук исчез. извините, так, это что-то дурит. Компьютер, интернет, наверное, дурит. Вот я вернулся, да, я молчал, пока интернет был оборван, я ничего не говорил. И так, ни пения, ни музыки нету в мешкане, и по всей видимости их нету и в мешкане, например, в мешкане шелом. Да, то есть в мешкане, которое непосредственно предшествует исторический храм, никаким образом не упоминается никакое музыцирование и пение. это абсолютно мигдаш твамат, по тому же выражение это абсолютно тихое место. Кстати, прежде чем мы перейдем к подробностям песен, еще один текст важный, это письмо Аристея. Письмо Аристея, сейчас я расскажу секундочку, это текст, написанный, ну, скажем так, с точки зрения того, если мы верим каждому слову, что написано в письме Аристея, его написал некий грек, который ездил из Александрии в Иерусалим в храм по поручению греко-язычного эллинистического императора Птолемея для того, чтобы передать подарки в Иерусалимский храм и заодно осматривать вторую жизнь, текст, он вверх, он не может зайти, снаружи осматривает храм, заглядит к нему. И, опять же, с точки зрения этого текста, он написан в третьем веке, в начале третьего века до христианской веры. Ну, большинство ученых склоняются, что это не так, что письмо Аристея написано, я не буду приводить аргументов, большей части я их не знаю, этому посвящены добрые два десятка книг, которые спорят о том, кто же написал письмо Аристея. Судя по всему, этот текст написал все-таки еврей, а не грек, хотя евреи эллинизированы, евреи грекоязычные, евреи, жившие в Александре. И, судя по всему, он написал это не в третьем веке, а во втором веке до Аристеанской эры, то есть незадолго до Хосимонеев и Хануки, но все-таки до них. Но тем не менее, это, даже если это написано не в третьем веке, а во втором, то это все равно очень древнейшее описание второго храма, которое предшествует Флавию на 200 лет, а Мишкин аж на 300 лет. Поэтому это все равно очень важный и очень аутентичный текст, даже если он на самом деле написан не тем, кем он как бы написано. Вот этот Аристеет, грех или не грех, или кто-то приходит в храм. Первое, что его впечатляет, это необычайная красота здания. Особенно его внимание обращает завеса на входе в храм, на входе улам, которое колышется постоянно при гновении ветра. Второе, что он подчеркивает, невероятная чистота в храме. Тут же тысячи животных завязаются в приношениях, а там идеальная чистота. Это, кстати, роминистические стоимости, Мишка с Гемарой тоже это подчеркивает, что в храме не было ни мух, ни плохого запаха. Он только Мишка относится насчет чуда, аристей насчет хорошей системы водоснабжения и канализации, которые были в храме. И наконец он приходит к писанию священников. Служение священников по силе, по настроению, благоприличие и тишины несравненно. Все усердно трудятся по доброй воле и с великим напряжением, так ли заботятся о порученном. Одни прерывно работают, одни доставляют дрова, другие масло, третье муку, иные ароматы, другие сожигают части жертвенного мяса, но и дальше он все рассказывает и в конце снова возвращается. А тишина такова, что можно подумать, будто здесь нет никого, служащих находится около 7 тысяч человек. То есть одна из главных вещей, которая потрясает человека, в данном случае неважно, будь то иноземец или просто еврей, приехавший из дальних стран, это невероятная тишина в храме. То есть в момент служения он не слышит ни пения, ни музыки. Ну и мы знаем из наших источников, что пения и музыки начинались по окончанию живоприношения. Итак, когда же появились пения и музыка в храме, есть различия между еврейской традицией и, скажем так, большинством научных исследователей, которые пытаются ответить на этот вопрос, еврейская традиция относится к появлению музыки насчет царя Давида. Царь Давида тот, кто ввел музыку и пение в храме. Большинство ученых на основании разных аргументов с точки изучения и писания склоняются к тому, что это произошло лет на 200 позже. То есть, в начале первый храм продолжал быть храм тишины, и музыка и пение появляются где-то в середине эпохи первого храма. Часть, например, ученых относится за счет прибытия сибирян. Как вы помните, в середине периода первого храма было разрушено северное царство, царство Израиля, в котором было очень развито музыкальное творчество вообще из многих источников. И лучшие сибирян, те, которые не попадают в плен, которые сирийские не убивают и не принят, ухитряются убежать. Мы знаем из наших источников и из археологии, что довольно большая группа северных жителей северного царства, жителей Шаврона, поселяется в Иерусалиме. Вот многие ученые относят за их счет появление пения и музыки в храме. Естественно, можно найти промежуточную точку зрения, сказав, что царь Давид начал вводить это, а потом пришли северяне и развили уже пение и музыку, подняли какой-то новый уровень, поскольку нам совершенно неизвестно, какие именно инструменты ввел Давид, а какие появились позже. Чем позже мы продвигаемся в истории, тем больше более сложные музыкальные инструменты мы видим. Если более старых струнные инструменты и шафар, шафары, трубы у нас есть и висание, шафары, трубы, конечно, были, у них были определенные функции, но очень фиксированный, строго определенный функция, когда трубили в шафары, трубы, а потом появляются струнные, ну аж во втором храме мы видим там самые разные инструменты, многообразные и струнные, и духовые, и ударные, и какие-то по-видимому что-то типа органа, такой загадочный инструмент магрифа, который буквально означает грабли, поэтому некоторые люди толкующие мишно буквально предпринимают так, что кто-то швырял грабли посреди храма и раздавался громкий звук, но все-таки большинство комментаторов понимают, что это магрифа, это скорее инструмент вроде органа, потому что форма гравли, много-много трубочек, и это задавалось в определенный момент, в определенный момент служения между звукойношением вдруг играла громогласная магрифа, то есть количество музыкальных инструментов все больше и больше, но все равно мы видим и пространственное, и временное разделение между музыкой при служении. Во-первых, пространственное. Поины служат в двух местах, либо внутри храма, как мы говорили, совершают три действия, воскурение благовоний, возжигают минор и полут хлеб, и все остальные действия совершаются наружу, на жертвеннике, или рядом с жертвенником, совершаются разуприношения, возжигают те или иные части жертв, будь то мясных, будь то растительных, на жертвеннике, возливают вино, возливают воду в определенных ситуациях. Все эти вещи совершаются во дворе, на жертвеннике или рядом с жертвенником. Музыканты же не стоят там. Вспомните картинку храма, да, значит, есть двор, в одном конце двора храм, посередине жертвенник, в другом конце главный ворота храма во двора, ворота Никанора. Снаружи от ворот Никанота Никанора идут вот эти самые пресловутые 15 ступеней, да, Широ Маалот, вот эти самые все время пытаются фразы Широ Маалот, так вот это Широ Маалот, песня ступеней, храме, это ступени, ведущие снаружи к главным восточным воротам храма двора, то есть фактически уже в женском дворе. Так вот, там вот и стоят лебиты с музыкальными инструментами, поют, то есть они даже не находятся в храмовом дворе, а находятся на границе между храмовым двором и женским двором, или, можно сказать, фактически в женском дворе. это место, где они стоят и поют, и играют музыку и так далее. Это пространство на разнесении, но есть еще и временное разнесение. Музыка не сопровождает пение, не сопровождает жертвы, а наступает на их окончании. Вот закончилась жертва, совершили жилоприношение, и начинают, вступают левиты с пением музыкой. То есть это пение и музыка разнесены еще и во времени с служением, с общим храмом служения. Не, разумеется, был ли танец? Что? Танцевали ли? Это танцевали ровно раз в году. В храме танцевали ровно раз в году. В их храме. Рядом с храмом сколько угодно. В храмовом дворе танец происходит, происходил в празднике сухот. И вот тут надо сказать, что вообще все, что я сказал, оно не совсем работает в празднике. Например, праздник Песов это единственный праздник, когда жертвоприношение происходит одновременно с пением. Праздник Песов, как вы понимаете, в отличие от обычных дней, суббот и так далее, жертвоприношение приносит весь народ. Множество каждых человек или каждая семья или каждая группа семей приносит своего уличного пасхального барашка, которого они по него завязают, его кровь бросается на жертвенник, а семья потом с этим барашком пойдет завершать пасхальный седр ночью, и сама его пожарит, в бурзолемии будет его кушать. Поэтому не знаю, кровь на жертвенник. Вообще мы про жертвы еще подробно поговорим в следующий или даже через следующий раз, доберем еще до жертвы, но вкратце так, от каждой жертвы животной небольшое количество, должно быть обязательно хоть какое-то количество, несколько группов, но что такое кровь должно попасть на жертвенник, остальное может быть выливать, просто как и звезды ездить, и как она либо выливается, но часть ее должна быть обязательно вознесена на жертвенник, и также есть части, когда есть животные жертвы, есть части, которые должны быть подняться на жертву, например, мудряной жир, жир, который находится в мудряных органах, он должен быть, еще некоторые части должны быть сожжены на жертвеннике, а остальная часть в данном случае, когда мы говорим о пасхальной жертве, еще раз, про жертвы поговорим еще отдельно, но когда мы говорим о пасхальной жертве, остальная часть, семья, которая принесла этого барашка, вот за исключением нескольких частей, у вас получает себе домой, уносит, входит в печку, зажарит, будет его кушать на пасхальном центре. Но нам сейчас важна не технология, а тот факт, что их очень много. То есть в ПЭСов приходили тысячи человек, десятки тысяч, мы не знаем, сколько, но множество, сотни тысяч барашков зарезалось, то есть это была процедура, все-таки, хотя барашка зарезать, вот кто, не знаю, кто у нас видел щиту, я один раз это видел, зрелище на самом деле глубоко потрясло, насколько это быстро происходит, вот на это мгновение, еще секунду назад он плеил и бегал, мгновение, и он уже, он уже мертвец, это очень быстрый процесс. Но тем не менее, когда у тебя здесь тысяча барашков, то это все равно не будет мгновения, так вот, пасхальное жестовоприношение, это было единственное или одно из очень немногих ситуаций, когда одновременно с жестовоприношением пели аллель, тот самый аллель, который мы поем в частности в ПЭСове, но, по-видимому, он и есть, его пели снова и снова, то есть сначала пели аллель, пока все завезли, потом пели по второму разу, если еще барашки не кончились, и могли даже по третьему разу запеть аллель, если барашков было очень много, но все-таки в три раза укладываются. Так, это вот такое исключение. И вот, а сухот, это другое исключение, вот вы как раз спросили про танец, сухот, действительно, это день, который, это праздник танцев. Симхат Бейтэшоэва, весь женский двор превращался в танцевальную площадку, и танцевали, причем танцевали именно не молодежь, молодежь танцевала в другие разы, а танцевали старцы, мудрецы, не знаю, танцевали ли священники. Кстати, интересный вопрос, не говоришь, что священники танцевали. Хорошо, я тебе стоп сейчас задумываю. Священническая молодежь на это танцевальном мероприятии отвечала за освящение. Молодые священники лазили на столбы и зажигали огонь, чтобы людям было светло. А танцевали, сказано, мудрецы. И мудрецы и заслуженные люди, там, чейма-асет. То есть это, видимо, было именно танцы старшего поколения. И это происходило в женском дворе. То есть все-таки не будем... Крайности нету танцев не только в храме, но и в основном в храме, а именно в женском дворе, это место, где происходит. То есть одно и снотанцы приходят в храм, но не в сам храм, и только в один праздник. И ночью танцевали. Субботние танцы происходят ночью, когда именно в храме ничего не происходит. В храме все служение было утром. То есть все утро было служение важное, там, пели, разливали, воскуряли, наступил вечер, село солнце и начинают танцевать. Можно двукратно танцевать. Так что танцы нет. Когда, да, танцевали, молодежь танцевала, это в Йон-Ки-Пур. В Йон-Ки-Пур, в котором мы представляемся таким торжественным. Молодежь шла танцевать, но все-таки не в храме, а молодежь выходила за загород. После окончания основного служения закончились, что перенесли все жертвы, козла послали куда надо, и потом молодежь выходила в виноградники, видимо, за город, за стену, за городскую стену, и там были молодежные танцы, которые должны были приводить к заключению браков. Так что в Йон-Ки-Пур сопровождается танцем, но все-таки не в храме. Я закончу последнюю еще вот одну вещь, подчеркну. Вот действительно, музыка, танцы, в них есть элемент с точки зрения древнего человека точно, но и нашего человека. Элементы экстатические. Вот если мы хотим, мы в Симхотору, хотим войти в музыку, в наш экстаз, вот эти наши прекрасные танцы в Симхоторе, плящиеся часами, это явно экстатическое переживание. Так вот, этого, ровно этого экстатического переживания к храму, в храме не было. Иерусалимский храм чужд экстату. Это, например, подчеркивается тем, что Коин не пьет вина. Не только вина, никакого опьяняющего напитка. Ему даже нельзя кефира пить, да, если там есть какой-то градус минимальный, но кефировых времен я не был, но они часто обсуждают, как можно им есть финики, потому что финик, видимо, был какой-то минимальный пациент алкоголя, если финики постояли, так вот даже нельзя, то есть вина точно нельзя, а у всяких других, он должен быть абсолютно трезвый. прическа, да, как мы представляем всех экстатического человека, да, он будет такой заросший, весь такой вот хиппи, вот нельзя. Коин должен быть аккуратно подстрижен, он не может быть ни бритым, и ни волосатым, а он должен быть аккуратно подстрижен. Он должен выглядеть здоровым и крепким, никаких там, никаких особенностей, никаких необычностей, никаких там одноглазых и одноухих, а вот он может быть правильный, аккуратный, то есть Коин, он совершенно не экстатическая фигура, это очень важно для духа храма. Я не говорю, что иудаизм чужд, экстаз, он вполне присутствует, экстаз, и танцы есть, и экстаз есть, и много чего есть у нас, если взять и пророков, и другие, но не в храме. Храм — это не место экстаза, это место спокойствия, и то же самое. Тишину храма не должно нарушить. совершенно верно. И поэтому танцы, вот исключение, что танцы входят, именно в подчеркнутый пенсусход, выпускаются танцы. А тесах — это то, когда жертвы соображаются музыкой, но не будет, вот никогда больше. Я, прежде чем я с Наруси перейду к вопросам, я только хотел сказать, что те из слушателей, кто иерусалимские жители, и вообще израильские, не знаю, кто из Израиля, кто за границей у нас, но те, которые местные, те, может быть, видели, что в пятницу мы с Исаком Пишелевичем идем смотреть башню Давида в старом городе, смотреть выставку фотографий храмовой горы и выставку макетов храмовой горы на разные эпохи. То есть там много еще и еще другого будет, но моя функция, то есть Исак нам будет показываться, я вам буду что-то такое, тем, кто придет, буду что-то такое рассказывать, что я знаю про эти макеты и про эти фотографии. Так что, если кто не видел, то посмотрите, а кто хочет подробностей, напишите мне потом и шлю. Вот, а теперь вопросы. Если есть. Ир, а вот я правильно поняла, что все молитвы, которые написаны в Ти-Илью, они существлялись вне храма. Ну, там, молитвы. Ну, скажи, если прямо не скажи, ну, значит так, они не написаны специально для храма. Большинство. Часть из них не очень большая, обозначена, что упоминается в храм. Есть 15 шевея молот, 15 песней ступеней, которые, видимо, пелись на этих ступенях, то есть, из ста, там, сколько, я не помню, сколько, главты или почти 200, так вот, из них 15 сказано, что они пелись на ступенях храма. еще нескольких упоминают с левитой, что это их, по этой теме, они связаны с левитой. Есть некоторое количество псалмов, которые связаны так или иначе с храмом. Есть псалмы, которые вообще никаким боком с храмом не связаны, а передают некоторое религиозное переживание человека. Совершенно часть них вообще написана в других местах. То есть, очевидно, что далеко не все псалмы написаны в Иерусалиме, могут быть написаны на севере, в северном царстве, в других местах. То есть, нельзя сказать, что все они были вне храма, но большинство из них рассчитаны, да, не предназначены для их поздних храмов. Потом во втором храме еще некоторое количество псалмов вошло именно в этот бакослужебный репертуар храмовый. Например, есть псалмы, Масаи Гетамид сообщает нам, какой из Таилин читали каждый день. То есть, левиты в конце завершения всей храмовой службы пели каждый день. И мы это повторяем в конце утренней молитвы в Шхарит. Мы сообщаем, вот сегодня там, Йомш-Лиши, сегодня вторник, и сегодня левиты в храме пели такой-то псалом. То есть, это мы знаем, это осталось. Есть еще несколько псаломов, есть аллель, который пелся в храме, он был связан в первую очередь с праздником Сухотра, второй с праздником Песов. То есть, это было именно, относился к этим двум праздникам аллель. Но большинство, да, большинство Таилин не связано с храмом. Вот в 90-м, ой, в 80-м псалом Асафа, там, доколе не давать будешь на молитву народа твоего, это общественная молитва или что имеется? Ну, честный ответ, во-первых, никто этого не знает. Вот, но давайте посмотрим, что это. мы, как бы, сейчас, 80-й. И потом молитва Хата дальше была, правильно? Сейчас, это псалом Асафа, да? Ну, похоже, это общественная, потому что, если вы обращите внимание, что 80-е псалом начинается первым с упоминаниями Юсефа, Эфраема и Минаша. Это северный псалом. Он не написан в Иерусалиме, он написан в Северном царстве. Мы не знаем, да, как именно он использовался, и в какой ситуации можно даже заподозрить такую некошерную вещь, что какие-то псаломы могли использоваться в тех святилищах, которые построил Ир-Ваам, например, Бетелем. Это мы не знаем, просто не знаем, но это явно северный текст Северного царства, поэтому где-то он в какой-то ситуации возносился, но никак не в Русалимском храме. Безусловно, молились люди, конечно, молились люди в городах, люди молились в... Хорошо, а молились... Во-первых, были, как мы сказали, были локальные храмы, которые к ним относятся без энтузиазма, но вначале они, безусловно, были, и постепенно их истребляли, но люди, конечно, евреи молились в своих городах, а даже если не было храма, они могли собраться в засуху, не знаю, война. Понятно, что в любой неприятной ситуации евреи собирались и молились. Но вот хана, она же именно в шло пришла, молилась? Она пришла именно в шло, и что мы учим в молитве ханы, то, что мы должны молиться шептом, так, чтобы не было слышно. Это как раз пример очень яркий обратного. Она шевелила губами, вот, хана, и так, что ее даже приняли за пьяную, что это там шевелили губами, она именно не публично, а вот так тихо, шокотом, как себя молилась, почему мы, собственно, все ее как порт планируем. на этой дискуссии я ее не слышу. То есть, знаете, вы между собой разговариваете, а я никого не слышу. Это у кого-то микрофон, наверное, включен. Да, какой-то там образовалась дискуссия в разных местах, но ты сейчас ко мне обращается, тогда я не слышу. Она, наверное, Натан включила. Натан, это вы хулиганите у вас. Ну, смотри, в результате, после войны он еще часто у вас на проекте. Мейер, а верно ли утверждение, что раньше люди не молились, а за них молились пророкам? Нет, неверно. Нет, ну, ты скажешь, коснулось. Нет, не следует. Люди молятся, пророки. пророкам, это не молитва, пророчество. Натан, выключите посторонние микрофоны, пожалуйста. О, кто это? О, Натан появился, выключился. Я, собственно, в любом случае, конечно, заканчусь по времени, но нет, я не вопрос, а то как-то доминирует так. Конкретный вопрос. Да. расскажи, пожалуйста, какие первоисточники нам известны о первом храме, о служении в первом храме? Значит так, у нас, во-первых, есть, у нас есть Тора, и мы, который описывает служение в в мешкане. Поскольку то же самое служение, подробно, мы знаем, что оно точно совершалось во втором храме, то есть, если оно было до первого храма и после первого храма, то есть все основания предполагать, что то же самое совершалось во втором, в первом. То есть, мы предполагаем, что описанное историю служение описывает достаточно точно то, что происходило в первом храме, хотя прямую это не все написано, кое-что написано, разбросано, по пророческим текстам, по псалмам, можно найти те или иные намеки на упоминание тех или иных служений, полностью, оно есть именно только в пятикнижии. У нас есть служение описанное в пятикнижии, у нас есть описание служения, которое делает Ихискель, которое похоже на пятикнижи с несколькими отличиями, более или менее значительными, но, в общем, не принципиальными. Они были очень принципиальными для наших мудрецов, которые страшно переживали из-за того, что количество вина, которое надо возлить при ношении барашка или теленка, оно не такое у пророка Ихискеля точно не столько вина, сколько написано в истории. Это было очень важно, но по большому счету принципиальных отличий нет. Ихискель описывает нам в общем, по большому счету то же самое служение, которое написано в истории с несколькими мелкими отклонениями. Ну и вот, собственно, и все. Это служение мы знаем из Торы и потом из тех, из источника второго храма, из Мишни. Мишни и Слави. Нет, в первом, ну и есть описывание, да, вот именно если мы говорим о технике служения, да, вот нас такие сообщения. спасибо, спасибо. Спасибо. Ну что, что было интересно. Кто-то просит картинки. Хорошо, я могу говорить, про картинки у меня есть следующая проблема. Я буду прятать картинки, но я каждый раз буду вам напоминать, что картинки написаны современно, потому что это беда, беда, состоящая, как бы, Махон и Мигдар сделал великую вещь, у которой есть большая отрицательная вещь. Великая вещь Махон и Мигдар стоит, что они нарисовали все абсолютно, что происходило в храме, написали очень хорошие, убедительные для детей картинки. Минус состоит в том, что человек склонен верить к тому, что то, что написано картинке, это и есть истина. А это не есть истина. Это есть одно из пониманий текстов, которые, видимо, в значительной степени верны. То есть я, картинки Махон и Маташи, они очень, на ними стоит большая, много думали люди, те, кто делали, много знают, и все равно надо понимать, что оно могло выглядеть не совсем так. Поэтому я буду переносить картинки, но буду стараться их не очень много показывать для того, чтобы вас лучше стараться представить все из головы. Все-таки еврейское учение устроено таким образом, что мы читаем текст и представляем себе картинку. И не зря евреи 2000 лет или 3000 лет обходились без картинок. Поэтому вот такое у меня двойственное отношение к реконструкциям храма. Это прекрасно. И я извиняюсь, что вклинюсь. Это прекрасно, потому что, ну, поскольку оба храма были разрушены, поэтому полагаю, что должно быть свобода, свобода мыслей, свобода ощущений. И главное в этом во всем, что в храме должна быть тишина. Не нужно...